За 14 с лишним лет работы в сетевом маркетинге я прочитал очень много книг и толстых вот таких вот и потоньше и совсем тоненьких и я уже много раз рассказывал, что в самых тоненьких книжках я находил самые полезные советы в частности у Большого Элла, у Тома Шрайтера не все мне подошло у него, но очень много полезных вещей я почерпнул и они начинали работать только тогда, когда я их начинал практиковать я репетировал, пробовал, пересказывал своим людям когда я их узнал, я сразу начинал им рассказывать и когда я им рассказывал, я их осваивал и чем больше я им рассказывал, тем легче они ложились мне на язык и легче мне было их воспроизводить в реальной жизни и эти приемы мне очень помогали ну например как начинать разговор с людьми обычно для того, чтобы разговор каким-то образом продолжался чтобы он имел продолжение то люди, участвующие в разговоре должны, как правило, не соглашаться с тем, что человек говорит а иначе, иначе нет разговора сидят, пишет большой L, пять женщин и разговаривают одна говорит, я вчера в таком-то магазине купила туфли это самый лучший магазин, который я знаю, где продаются хорошие туфли если все остальные женщины скажут, да это так, действительно то разговора нет в жизни, в реальной, происходит каким образом другая говорит, а я вот знаю такой-то магазин а другая говорит, да что магазин, я вот на прошлой неделе пошла там вся и у них начинается разговор они высказывают свою точку зрения они не соглашаются с тем, что говорят их собеседницы именно таким образом и разговор держится и продолжает существовать представьте, вы подходите к человеку и пытаетесь ему сделать предложение вам надо как-то с ним заговорить вы его спрашиваете, ну хороший вопрос а чем ты занимаешься, кто ты такой? он говорит, я инженер ооо, инженер это человек, который работает как сумасшедший мало денег получает, скучная работа вообще, как ты можешь там жить? давай я тебе сейчас расскажу о том, каким образом ты будешь зарабатывать много денег и станешь свободным от своего нудного инженерного труда и человек что скажет? человек говорит, да ну зачем же я люблю свою работу я люблю свою работу у нас очень хороший офис в нашем офисе поставили новые батареи вокруг меня такие же зануды, как и я и вообще у меня нам выдают новые ручки и на них очень хорошие колпачки не, не, нет, я люблю свою работу и мне никакой сетевой маркетинг не подходит все, разговор закончен вы потеряли кандидата своими собственными словами вы только что убили человека образно говоря, который мог бы стать вашим лучшим дистрибьютором что советует большой если бы у вас были навыки если бы вы репетировали то, что я вам говорю если бы вы были спонсором этого дистрибьютора то вы бы, будучи опытным человеком поступили по-другому вы бы его спросили а чем ты занимаешься? он говорит я инженер о, инженер инженер это я знаю это самая высокоплачиваемая интересная работа какую я знаю вы, наверное, гребете лопатой деньги у вас, наверное, такой такой интересный труд что вы, наверное, увлечены и ни о чем больше не мечтаете ага, знал бы ты, что у нас за работа вокруг одни идиоты денег платят мало работы много колпачки на ручках совершенно поганые человек не соглашается что тогда возникает? тогда возникает естественное предложение слушай, у меня есть есть разговор у меня есть предложение к тебе я могу тебе показать путь следуя по которому ты можешь избавиться от своего нудного плохо оплачиваемого труда и стать свободным у вас появляется тема для разговора вы можете сделать человеку предложение одному и тому же человеку в зависимости от того что вы сейчас сказали вы или его превратили в хорошего кандидата или вы его угробили образно говоря вы потеряли его потому что вы сказали вещи на которые он реагировал не так как вам надо нужно говорить то что приводит вас к результату да бывают люди которые любят свою работу бывают такие люди большой л говорит есть люди которые даже любят работу например человек который занимается очисткой отходов и человек утверждает что он любит свою работу да у вас замечательная работа у вас столько много денег платит и особенно приятно работать с токсическими отходами особенно с радиоактивными это наверное так интересно это так захватывающе и романтично и потом вам не надо много тратить света на электричество потому что вы всегда светитесь сами в темноте освещая все вокруг это замечательная работа что скажет человек на такое он говорит да ты что с ума сожжал я уже не знаю куда сбежать о у меня есть для тебя предложение ну а если все таки человек говорит а я люблю свою работу ну люблю и все я врач я люблю свою работу даже если вы скажете о вы врач вы наверное беспрерывно делаете операции захватывающие творите медицинские чудеса у вас такие острые блестящие инструменты которым можно играться в свободное время и вообще у вас такой красивый белый халат здесь можно выжить вензеля значит первые буквы вашего имени и фамилии все будут вам завидовать человек скажет да если б ты знал какая у меня рутинная бумажная работа я ненавижу ее и он превратился в вашего кандидата ну а все таки возвращайся если человек любит свою работу есть 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 прием который позволит обойти это вы ему говорите слушай это так здорово полюбить свою работу а вот скажи честно вот если бы ты имел гораздо больше свободного времени чем бы ты занимался ну тогда думает человек тогда бы я и он рассказывает вам что все бы время свободное он посвятил бы рыбалке потому что он может рыбачить только по субботам и воскресеньям когда его отпускают с работы и когда он может сесть на свой старенький автомобиль или мотоцикл и уехать куда-нибудь в лес на озеро на речку и там проводить время в полном кафе и вы понимаете тогда что его истинное тайное желание хорошо знать тайные желания тогда можно показать путь как к этим тайным желаниям прийти но никто же не говорит скажи мне какое твое тайное желание мое тайное желание никто так не говорит обычно говорят какие-то общие красивые вещи какие-то общие ничего не имеющих реальности красивые вещи а как выявить тайное желание спросить что бы ты делал если бы у тебя было гораздо больше свободного времени и денег и вот тут то человек раскрывается я бы вышивал крестиком с утра до ночи и вы тогда можете сказать человеку слушай я могу тебе показать путь следуя по которому ты можешь иметь больше свободного времени чтобы вышивать крестиком продавать это все в интернете на аукционе и бэй и зарабатывать невероятные деньги потому что там такие работы ценятся и вы говорите вот есть такая компания мы в этой компании вот я вот люди вот 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 он вот он вот такой же человек как и ты зарабатывает столько-то денег и так я подвожу вас главные мысли то что мы говорим или создает нам успех деньги построение организации или то что мы мы говорим тем же самым людям превращает их в противников сетевого маркетинга и в людей которые нас стараются избегать нужно говорить правильные вещи это первое второе нужно помнить что разговор поддерживается имеет развитие когда люди не соглашаются поэтому мы же хотим получить от человека тайное признание его истинное отношение к его положению к тому положению в котором он пребывает мы говорим о ты такой богатый такой успешный да какой я весь в долгах о у меня есть тебе предложение у тебя такая замечательная работа ты так любишь свою работу там наверно платят много денег да ты что если бы ты знал какой у меня идиот начальник я уже устал я ведь весь в инфарктном состоянии а денег там ни хрена не дают и у вас появляется кандидат и когда человек а я люблю свою работу и он действительно ее любит но у него есть тайное желание он мог подработать с вами тогда вы узнаете какое-то тайное желание его спрашиваете а что ты любишь делать в свободное время и он вам признается в этом и тогда вы можете сделать ему предложение вот и все значит то что вы сейчас услышали нужно просто попробовать попробовать на маме папе мужа жене нужно попробовать на обычных людях и вы увидите как это срабатывает и тогда вам будет проще разговаривать со своими кандидатами желаю вам удачи спасибо спасибо